Каток Вот и Юлия с дочерью не удержались, пришли посмотреть на каток. Любят кататься на коньках. После открытия будут приходить сюда каждый день. Мы целый год ждали открытия катка и горки. Между прочим, мы в том году уже катались и на катке, и на горке. Поэтому сюда бежали, пришли. Но погода нам не позволила, поэтому ждем субботы. Очень красиво, нам очень нравится. Новый каток не только современный, но и большой. Вмещает до 50 человек одновременно. Лед искусственный. По словам специалистов, лучше натурального, плотнее и качественнее. Слой в 5 сантиметров обеспечит комфортное катание. Лед своевременно будут обновлять и выравнивать. Делали это удовольствие две недели. Сначала выравнивается площадка, затем укладываются так называемые сматы, в которых есть хладоноситель. Температура хладоносителя порядка минус 12 градусов. То есть даже в такую погоду мы сумели какой-то лед нарастить. А уж когда действительно подморозит, лед будет такой, как надо. Ровный и скользкий. Прокат коньков и тюбингов для горки тоже заработали. Горка большая и длинная. Два ската по 23 метра. Кататься могут дети от 7 лет, ну и взрослые, конечно. Цены на прокат вполне демократичные. Каток можно посещать и со своими коньками. Но прокатные коньки впечатляют качеством и новизной. У нас используются коньки Атеми, коньки Бауэр. Хорошие, качественные. Мы своевременно их будем затачивать. Подготовка катка в самом разгаре. Вот и коньки каждый на своем месте. Женские, мужские, детские. Большой размерный ряд с 30 по 46. Все коньки абсолютно новые, отлично заточены и готовы к использованию. А самое главное, что они будут обновляться каждый сезон. Выйти на лед можно будет уже в эту субботу, 28 декабря, когда состоится грандиозное открытие с ледовым шоу, праздничной иллюминацией, лесной проекцией. Новогодние каникулы в парке тоже обещают быть насыщенными. Ежедневные сказки в амфитеатре и не только. У нас семейные квесты, у нас забеги карнавальные в костюмах. И каждый день будет что-то в парке происходить, какая-то анимационная программа. В общем, все прелести этой зимы ждут нас в раздолье. Осталось только не лениться, а активно проводить свой досуг. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».